Уважаемые наши участники вебинаров, мы сегодня начинаем наш очередной вебинар на тему «Белитарьерная среда. Инклюзивные детские игровые приставки». И разрешите представить эксперта нашего сегодняшнего вебинара, директора по развитию компании «Новые проекты» Дмитрия Самойловского. Сейчас Дмитрий... Здравствуйте, уважаемые коллеги. Формат вебинара для меня немножко новый и непривычный, и, возможно, будут какие-то накладки, но я думаю, все пройдет тем не менее ровно. Я очень хочу, чтобы данный вебинар превратился не в доклад, а в какую-то дискуссию, поэтому буду рад, если вы будете задавать мне вопросы, на которые я постараюсь ответить. Итак, вот уже у нас небольшая накладочка пошла, потому что не тот файл. А можно коллегу нашу попросить, чтобы тот файл загрузил, который я попросил? Давайте я пока начну без файлов и расскажу, чем занимается наша компания, пока мы найдем правильную презентацию. Итак, я представляю компанию «Новые проекты», и мы занимаемся детскими и спортивными площадками, и в последнее время очень много внимания уделяем инклюзивной среде. С подобными докладами я выступал перед архитекторами, перед чиновниками, выступаю уже, наверное, на протяжении последних трех лет. Все-таки не тот файл пошел, не тот, который мы загрузили последний. Сейчас, извиняюсь, извиняюсь. Вот, туда, туда. Угу, да, да. Угу, да, все отлично. Вот, итак, нужный файл на экране. Надеюсь, всем не видно. О чем я сегодня хотел рассказать? Значит, компания, которую я представляю, это компания «Фермопролюдика», которая занимается производством оборудования во Франции уже много лет. На примере данной компании мы хотели бы рассмотреть то, как можно создать безбарьерную среду, инклюзивную среду в разрезе детских площадок, детских игровых зон. Как я уже сказал, достаточно давно тема эта обсуждаем на различных мероприятиях. она всегда вызывает живой интерес у архитекторов. Но, откровенно говоря, интерес есть, но в реализации я не всегда вижу успешные примеры реализации создания безбарьерной среды. Ну, вот, хотел привести общие данные об инвалидности. Детский фонд ООН обладает информацией, что порядка 93 миллиона детей по всему миру, это практически один из детей, живут с умеренными или серьезными нарушениями здоровья. Это практически один ребенок в каждой из 100 европейских семей. Ну, а я думаю, что многие знают, что в Международной конвенции о правах ребенка сказано, что неполноценный в умственном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинства, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества. То есть, ну, это бесспорно очень важный тезис, и вот, собственно, мы над этим и работаем. Сейчас, как показывает практика, растет рост осведомленности. Как я говорю, уже последние три года я в России выступаю с подобными презентациями. Вот. Но в Европе этим вопросом занимаются уже, наверное, последние лет 20. Занимаются очень активно. Вот. Ну, по крайней мере, сейчас часто обсуждают доступ к устаму общественных пользования для детей с ограниченными возможностями. Вот. Это уже хорошо. Значит, почему важно обсуждать эту тему в разрезе детских площадок? Дело в том, что детские игровые площадки, они очень четко иллюстрируют, как дети-инвалиды интегрированы в общество. Потому что игра объединяет всех детей для общих занятий и дарит особые редкие моменты. Игровые площадки, где дети способны многие вещи делать вместе. Они дарят чувство свободы, поощряют социализацию, помогают улучшить моторику. Дети, безусловно, на площадке получают какой-то новый опыт. Так как я уже сказал, достаточно давно сотрудничаю с компанией «Про люди», уже 10-летний опыт имею, я хочу немножко рассказать о компании. На данной компании, которая является производителем детского и спортивного оборудования. Собственно говоря, в этом году компания исполнилась 30 лет, и она представлена по всему миру, в 46 странах. И все эти годы компания собирает обратную связь о том, как пользователи используют площадки, которые компания произвела. И вот, начиная с 2007 года, компания стала эту обратную связь достаточно интересно обрабатывать и создавать тематические уголовства, в том числе и по созданию безбарьерной среды. То есть, это не просто производитель, а производитель, который действительно этим вопросом занимается. Начиная с 2015 года, компания «Про люди» присоединилась к ассоциации «Новый чайл», в которую входят психологи, архитекторы, врачи. И данная ассоциация как раз призвана создать условия, при которых дети с любыми видами ограничений смогут комфортно себя чувствовать в обществе. И так как компания «Про люди» занимается детскими игровыми площадками, ассоциация с «Новый чайл» позволяет развивать именно тему создания безбарьерной среды на детских площадках. То есть, это такая очень хорошая синергия для французского производителя. Вот подход, он довольно простой. Создаются игровые зоны, которые учитывают различные нарушения. Это и нарушение моторики, и нарушение социального развития, и сенсорное, и когнитивное развитие, если нарушено, тоже эти факторы должны учесть. И для каждого нарушения есть различные способы компенсации, которые как раз-таки учитываются при создании детского и спортивного оборудования, что и позволяет создавать безбарьерные игровые зоны. Здесь очень хороший слайд, который, на мой взгляд, может проиллюстрировать существенное отличие принципа интеграции от принципа инклюзивности. Примерами интеграции мы, наверное, уже достаточно давно сталкиваемся. Когда на какой-нибудь детской площадке, так как я являюсь экспертом в области детских площадок, и буду раскрытых включительно про них, мы видим какие-то обособленные места, или какие-то отдельно стоящие элементы, которые позволяют детям с ограничениями ими пользоваться. В основном вещь идет про инвалидов-колясочников. Ну, например, вот этой карусели. И вот картинка с зелеными и синими такими существами, она показывает, что отдельно находится оборудование для детей с ограничениями, и вокруг играют дети, у которых ограничений нет. Так вот, инклюзивность – это история, которая предполагает, что дети, независимо, если у них ограничений нет, могут полноценно пользоваться всеми элементами детских и спортивных площадок, и вообще, в принципе, каких бы то ни было общественных зон. Ну, на примере вот совершенно другой модели карусели, которая удобна для использования как и детям-колясочникам, потому что очень удобно из кресла забраться. Вот, и обычным деткам, которые могут безопасно пользоваться данной каруселью, без дополнительной помощи и сопровождения. Ну вот, общее видение при создании подобных детских зон – это разработка и отбор изделий, которые позволят совместно использовать. Обязательно учитывается защитное покрытие, которому сейчас, я думаю, что с этого года начали придавать гораздо более серьезные значения, чем это было раньше. Потому что, ну, к сожалению, дети с ограничениями в большей степени подвержены падениям, и это тоже надо учитывать. Дальше очень важна планировка для поступа на площадку. Это должно быть много входов, они должны быть широкими, они в случае возникновения какой-то проблемы не должны препятствовать попаданию помощи на площадку. И планировка, расстановка оборудования, чтобы всем было удобно по ней перемещаться и, соответственно, находить нужные элементы. Вот. Компания «Правиды», как я вам сказал, выпускает постоянно интересные достаточно, ну, назовем это каталогией, хотя я бы назвал этой инструкцией по созданию безбарьерной среды на детских площадках, и вот я свое повествование в дальнейшее хотел построить как раз на обзоре вот этого каталога. Значит, ну, собственно говоря, в этом каталоге собраны все возможные нарушения, которые встречаются у деток, и предлагаются способы решения, способы компенсации этих отклонений, которые, ну, на детской площадке могут быть реализованы. Вот. И очень, ну, выделено 4 основных момента, на которые стоит обратить внимание. Да, это в первую очередь социальный контакт, потому что дети, у которых есть возможность общаться, они гораздо быстрее развиваются, и это является ключевым фактором, который нужно учитывать при создании вот этих вот площадок. Далее стимулирование детей, безопасность среды и навигация. То есть и дети, и сопровождающие взрослые должны очень хорошо ориентироваться на площадке, дети должны быть в полной безопасности, потому что, ну, к сожалению, есть ограничения, при которых при эксплуатации игрового оборудования гораздо легче получить травму, чем ребенку в вопрос ограничений нет. И далее есть простой пример того, как может быть, как может выглядеть многофункциональный комплекс, который учитывает достаточно большое количество возможных элементов, которые помогают для совместных игр, для создания локализимости. Да, во-первых, это обязательно пандус, чтобы дети-каляшники могли заехать. Дальше, если вы обратите внимание, вокруг всего комплекса существует огромное количество развивающих панелей, которым удобно пользоваться, как раз находясь на земле. То есть не обязательно куда-то залезать, чтобы иметь доступ к этим панелям. Все панели, они, как правило, тактильные, то есть сенсорные ощущения развиваются у детей. Многие из этих панелей, они музыкальные, они издают какие-то звуки, что тоже очень важно. Плюс есть очень яркие, специально продуманные световые решения, и дети, у которых есть ограничения по зрению, они их тоже могут легко различить. Также часто используется на некоторых площадках навигация с сазбукой Брайл. Это тоже важный момент, потому что дети слабовидящие, они могут интересным форматом получать, непосредственно играя на площадке, и также втягиваться в игры с другими детьми. Далее, есть очень интересный элемент, который является тоже навивающим, это игры с песком. Компания ProLudic создает не просто песочницы, она создает целые песочные фабрики. И если вы посмотрите по этой схематической картинке, там изображен ребенок на коляске, который совершенно спокойно может полноценно принимать участие во всех играх. Это все эти игры очень занимательные и очень развивающие, потому что песок это очень тактильный материал, играть с ним любят все, без исключения дети. А когда этот песок еще можно просеивать, перемещать на транспортере, делать куличики при помощи специальных штампов, то это вызывает полный восторг. И здесь как раз идет и развитие фантазии, и развитие мелкой моторики. И на данном оборудовании нет никаких ограничений при его эксплуатации абсолютно любыми детьми. Также очень важно, чтобы на любой детской площадке присутствовало тематическое оборудование. Потому что тематическое оборудование, оно всегда развивает фантазию, позволяет играть в совместные игры. И здесь приведен очень хороший пример тематического оборудования, который как раз позволяет детям с ограничениями играть совместно. То есть вот показан небольшой пангус, который позволяет ребенку на коляске заехать. Опять же он оказывается в зоне, где доступны различные тактильные элементы, различные интерактивные панели. И дети, играя на этих играх, не будут чувствовать себя немножко как бы за бортом игры. При этом, вот если вы обратите внимание на символы на этом слайде, да, показано, собственно говоря, какие инструменты на данном оборудовании представлены с точки зрения компенсации недостатка. Да, это и возможность использования колясочниками, и дети с ограничениями по слуху, по зрению, и с ментальными проблемами. То есть вот все, что здесь есть, оно позволяет этим детям получать какую-то интересную информацию, какую-то компенсацию тех ограничений, которые у них присутствуют. Далее, в каталоге, в котором построена эта презентация, идет, ну, собственно, классификация нарушений. Вот. Ну, основная, да, это то, что в первую очередь бросается в глазу, это дети с двигательной недостаточностью. Вот. И дальше расписано все возможные, ну, общие черты, которые присущи данной проблеме, и также расписано то, как можно их компенсировать. То, какие методы можно применять для того, чтобы данную недостаточность можно было, ну, собственно говоря, деткам почувствовать себя полноценными участниками этих игр. Вот. Ну, как я уже сказал, в первую очередь это пандусы, это оборудование, которое интересно как изнутри, так и снаружи, огромное количество игровых панелей, это, ну, я привел пример игры с песком, но также есть и интересные игры с водой, здесь вот показываю наверху слайд, это и огромное количество тактильных элементов, это и переговорные устройства, когда ребенок, колясочник, на одном конце площадки говорит специальный рупор, а на другом конце площадки другой ребенок услышит, и они могут переговариваться. Вот. Это в том числе и тенисные столы, которые делаются чуть выше обычных, и это тоже позволяет детям на них играть. Ну, вот. Ну, собственно говоря, помимо достаточно стандартных историй, и также в арсенале есть и довольно необычные вещи, это батуты, которые встраиваются в грунт, вы видите на иллюстрации, это очень интересный элемент, как раз один из таких примеров инклюзивного использования, да, когда он популярен у всех посетителей, там и взрослые с удовольствием прыгают на этих батутах, они выдерживают груз до 150 килограмм, а также ребенок в коляске в сопровождении взрослого совершенно спокойно может, ну, на этом батуте попрыгать, вместе с коляской вес батута, прочность батута позволяет любой вес выдерживать. Вот очень интересный пример, казалось бы, простой машинки, да, когда ребенок может залезть внутрь, там покрутить руль, переключать коробку передач, а ребенок-коляточник может подъехать сзади машинки, у него также будет руль, и ровно такой же функционал, соответственно, дети могут совместно играть. Ну, и также самые распространенные элементы, это различные пандусы, при заезде на которые дети получают доступ тоже к каким-то интересным, интерактивным элементам. Дальше идет распространенное нарушение, это зрительные недостатки. Собственно говоря, те элементы, которые применимы к нарушениям двигательной системы, они также применимы в ряде случаев и с проблемой зрительной недостаточности. Это те же самые игры с песком, те же самые игры с водой. Дело в том, что все оборудование, которое предлагается в качестве инклюзивного, оно имеет достаточно яркие такие пятна, и, ну, там, если это игры с песком, то, например, корзиночка, в которой перевозится песок, она ярко-оранжевая. Те штампы, которые, при помощи которых песок можно в какие-то формочки формировать, они тоже имеют яркую окраску. Соответственно, детям можно ориентироваться в пространстве и понимать, как это работает. Вот, очень много звуковых элементов, очень много тактильных элементов, которые при прикосновении имитируют резину, траву, древесину, металл. Это очень важно, да. Также переговорные устройства и различные интерактивные панели, где тоже есть очень яркие пятна, которые ребенок может разглядеть. Вот, ну, собственно говоря, решения эти показаны здесь. Вот, это яркие какие-то счеты, в которых не только есть форма, ну, есть выпуклости, вогнутости, которые усиливают тактильные ощущения. И здесь добавляется очень важный элемент. Это навигация на площадке, которую можно сделать при помощи резиновых покрытий, различных ярких цветов. Вот, чтобы ребенку, сопровождающему, можно было ориентироваться, куда можно пойти, какие-то опасные зоны обозначить. Иногда мы вокруг детских комплексов, зонах безопасности, делаем какую-то яркую полоску, и это бросается в глаза, дети уже понимают, что за нее не стоит захватить. Вот, есть очень интересный элемент, который также проходит для детей с ограничениями по зрению. Это различные горки, но только горки не в традиционном их понимании, а горки в виде перила, по которым можно скатиться, ребенок может обхватить перила и безопасно по нему скатиться. Естественно, доступ на такие площадки он всегда сопровождается удобными ступенями, перилами, корочнями. Оказавшись наверху, ребенок сможет сориентироваться, куда ему дальше двигаться. Далее дети с нарушениями глуха. И, соответственно, решения здесь во многом тоже универсальны, но, как известно, для активных каких-то вещей, помимо традиционных, это различные карусели, различные элементы, на которых можно раскачиваться, крутиться. И здесь очень важно, чтобы разнообразие этих элементов всегда было, чтобы дети, каждый мог для себя и по возрасту, и по весу что-то подобрать, потому что это является хорошей компенсацией недостатков, связанных со слухом. Далее дети с расстройством аутического спектра. Значит, здесь вот такая тоже проблема, она для этих детей на площадке выявить не так легко, как, скажем, инвалидов, колясочников, но, тем не менее, элементы, которые можно использовать для данных площадок, они тоже есть. Это и обязательно должны быть какие-то укромные закупки, когда ребенок может залезть, спрятаться, но иметь возможность со стороны наблюдать за другими играющими детьми, почувствовать себя в безопасности, в то же время быть где-то в гуще событий. Это также интерактивные панели, которые рассчитаны на игры, на счет, на память. Это также игры, которые позволяют извлекать какие-то звуки. Вот сверху есть иллюстрация таких цветочков, которые достаточно яркие, и если вращать лепестки, они дают шум дождя, там какие-то трещотки ингрированы. Различные крестики и навыки, которые тоже могут быть реализованы в виде игровых панелей, то есть здесь тоже есть очень много интересных решений. И вот, кстати говоря, примеры интеллектуализированных площадок, которые компания ProLidic реализовала по всему миру, в том числе и в России мы площадки ставили. Сейчас просто покажу на примере больших таких фотографий. Да, это огромный такой корабль, вот, и для того, чтобы попасть на корабль к колясочнику, предусмотрен огромный пандус, который позволяет ребенку сопровождающим оказаться сверху на корабле. В верхней части корабля совершенно спокойно можно перемещаться на коляске, потому что широкие палубы, везде есть интегрированные интерактивные панели, так что детям там очень нравится. то есть, вот пример. И съехать с корабля по горке также можно с сопровождающим, потому что горка нестандартная 45-50 сантиметров, а она там 80-метр, поэтому ребенок сопровождающим может с подобной горкой спокойно съезжать. Вот интересный пример, он изначально был реализован в Испании, и в прошлом году мы реализовали этот проект в Москве на Хадинском поле. Это большой самолет, в котором очень большое количество интегрированных элементов, которые позволяют детям с различными ограничениями полноценно пользоваться наравне с остальными детками. Тут и переговорные устройства, и интерактивные панели, и шумовые панели, и различные пантоморезки, в которые можно сфотографироваться и представить себя в роли пилота, и парда для того, чтобы внутрь самолета заехать. Вот подобный самолет стоит на Хадинском поле в Москве. Есть еще очень интересный пример. Данный пример также реализован в Испании, хотя на следующий год мы подобный комплекс также будем делать в России. Так как в Европе еще задачи проблемы окружающей среды, создали детскую игровую площадку, которая показывает, как происходит переработка мусора. Раздельный мусор комбинар по переработке мусора, какая-то продукция, которая из переработанного мусора получается. Все это с одной стороны познавательно прививает понимание того, что важно заботиться об окружающей среде, и в то же время все элементы данной площадки позволяют всем детям без ограничений данной площадке пользоваться. Дальше показаны просто отдельные элементы и набор площадок, где удачно различные моменты были реализованы. Например, верхняя левая картинка, где стоят звуковые панели, и они шум воды имитируют, они установлены на очень ярком таком голубом пятне, которое символизирует собой речку. С двух сторон от реки находится с одной стороны одна часть деревни, с другой стороны другая часть деревни, лес стоит, и, соответственно, дети могут себе представить, что они едут на машине куда-то в лес, потом переходят реку, там же интегрированы переговорные устройства, то есть для развития фантазии эти площадки подходят идеально. также, ну, как я уже сказал, очень популярны игры с песком, поэтому по всему миру их очень много реализованы, и в России сейчас вот эти песочные фабрики, про которые я ранее уже несколько раз рассказывал, они тоже очень популярны. Во многих парках московских и в регионах мы данное оборудование поставили, то есть фактически всю площадку можно превратить в огромную песочницу, и детям там будет очень интересно играть, дети с любыми ограничениями смогут найти себе занятие по душе и поиграть совместно играть с детками, у которых ограничений нет. Вот, вот, кстати, это показано площадкой, о которой я ранее рассказывал, с различными шумовыми элементами, с различными интерактивными панелями, с очень яркими элементами, реализованными из резинового покрытия. Вот, должен заметить, что в Европе резиновое покрытие, оно идет толщиной от 4 сантиметров, и при падении на данное покрытие, ну, получить травму гораздо сложнее, чем если упасть на даже резиновое покрытие толщиной всего лишь в 1 сантиметр. Так, вот, я сейчас смотрю, есть у нас вопросы, а есть ли в Челябинске наши детские площадки? В Челябинске пока наших детских площадок нет, но у нас в середине прошлого года появился представитель в Челябинске, и он сейчас активно нашу продукцию продвигает, уверен, что в предстоящем году уже какие-то детские площадки, ну, я очень надеюсь, появятся, то есть у нас есть представитель, и он активно работает в Челябинске. вопросы к нашему эксперту, вы можете написать вкладку «Вопросы». Давайте, сейчас тогда я отвечу на вопросы. У нас, не знаю, а вот вопрос от Ирины Воротниковой. У нас в отделении дневного пребывания есть игровая и сенсорная комната. Как лучше организовать реабилитационное пространство и зонирование? Я думаю, что если вы пришлете план вашей комнаты и то оборудование, которое уже установлено в этой комнате, то мы с экспертами сможем предложить какие-то решения, как это лучше зонировать. Так, презентацию оставляете для чтения, мы успели прочитать только первую строку. Мы презентацию естественно оставим, все мы разошлем, у вас будет возможность не ознакомиться. Также к презентации будет прилагаться каталог, на базе которого эта презентация сделана, он переведен на русский язык и там будет очень подробно рассказано все то, чего я коснулся скользь. Так, вопрос к вашему эксперту, вы можете написать во вкладку вопросы. Не видим никаких изображений. изображение какое-то не видно, надеюсь, а сейчас изображения видны, я так конечно только наверное Уверина Воротниковой изображения нет. Сейчас нормально? А, все видно, все супер, спасибо. Так, давайте я продолжу, после завершения презентации готов буду ответить на ваши вопросы, если они будут. Значит, что касается еще интересных решений для детских игровых площадок, какие есть современные компоненты, как я уже сказал, это могут быть тактильные элементы, также достаточно много сейчас разработанных безопасных подвижных элементов, это и качели, на которые может ребенок колясочник заехать, это и карусели, на которые могут пользоваться дети обычные, и дети, у которых есть ограничения по топорно-двигательной системе, ну вот, очень хороший пример, мне очень нравится вот этот вариант, фореновыми качелями, они там в принципе очень простой, но российские производители, к сожалению, такого пока не делал, потому что довольно-таки дорогая технология получается, просто сама карусель ставится в один уровень с грунтом, вот, и поэтому ребенок-колясник абсолютно без дополнительной помощи может спокойно попадать вот на этой карусели и с другими детками ей прекрасно пользоваться, вот, вот это вот качель, куда можно тоже на коляске заехать, очень интересный элемент, единственное, у нее есть такие недостатки, как то, что ее по-хорошему нужно, конечно, огораживать, потому что это очень тяжелая конструкция, и если какой-то ребенок мимо будет пробегать этот момент, когда это раскачивается, ну, это может быть травмоопасно, несмотря на то, что спереди и сзади установлены такие резиновые демпферы. Так, что еще интересного есть, вот, есть очень интересная группа оборудования, это интерактивные, электронные проактивные площадки, мы тоже ими занимаемся, производителем данных площадок является уже не французский, не французская ферма Пролюдик, а галазская ферма Плайнетик. Интересные они тем, что они работают от электричества, но это электричество вырабатывается путем вращения динамо-машины, ну, то есть, в данном случае, например, это вращение ручки в этом шаре, вот, и есть вариант, где используется педаль, ну, понятно, что для детей корешников использование педали не актуально, но есть очень много элементов, которые построены именно на базе вращения, которые можно осуществлять руками, то есть, это либо ручка, вот, как показано здесь, либо это ручка, которая вот находится на уровне груди сидящего в коляске ребенка, ну, что могут делать эти устройства? Эти устройства, они эмоциональны, большинство из них можно перепрограммировать под различные цели, например, вот этот шар туда можно закачать при помощи флешки различные аудио-сказки или закачать туда какую-то музыкальную сборную, и дети вращая ручку вырабатывают электроэнергию и музыка начинает звучать я думаю, что как раз на этой фотографии ровно этот и иллюстрируется фрагмент, когда ребенок крутит ручку, а другие дети какие-то выполняют танцевальные движения, также там может быть инструкция, например, для утренней зарядки, крутим ручку и под веселую музыку там рассказывают какие можно делать физические упражнения, в том числе доступные для ребенка колясочника. Также есть элементы, которые в данном случае реализованы с помощью нажатия на педали в данной игре, но, как я уже сказал, может быть реализована при помощи вращения ручки, когда мы покрутили ручкой, электроэнергия выработалась, накопилась, и дальше уже можно приступать к игре. Там вот этот игровой столбик, там есть несколько по бокам две кнопки, они могут разным цветом светиться, и игры различные, допустим, на скорость подсчета, он предлагает столбики эти латифицированные, несмотря на то, что они произведены в Голландии, допустим, он предлагает быстро сложить 5 и 8, и предлагает различные варианты ответов, мы должны выбрать правильное нажатием на клавишу. Кто быстрее выбрал, тот молодец, подсчитывается количество правильных ответов и скорость ответа на них. И также эти игры могут со временем перепрограммироваться, допустим, через год, когда уже игры приелись, можно загрузить новый контент, и они будут уже совершенно как новые в том же самом столбике. Далее очень много интересного оборудования производится в Европе, в том числе и музыкальные инструменты, которые также доступны для детей с различными ограничениями и по зрению, и дети коляшники, и дети с ментальными отклонениями. Это могут быть и большие трубы, и большие барабаны, и большие ксилофоны. Все это оборудование предназначено для улиц, оно все антивандальное, хотя, конечно, уровень вандализма порой зашкаливает и могут достаточно прочную вещь сломать, но в большинстве случаев оно выдерживает нашествие вандалов. Зато оно развивает слух, причем если это ксилофон, то там действительно нормально выверенные ноты. Детям очень нравится это оборудование и взрослым тоже. И, как я уже сказал, интересное решение есть со встраиваемыми батутками, которые можно даже превращать в целые огромные площадки, где дети без ограничений спокойно бегают, лазают по холмам, а также инвалиды-коряточники могут спокойно этим пользоваться. Есть интерактивное электронное оборудование, которое может быть в любой игровой комплекс интегрировано, и дети спокойно совершенно могут играть. Также есть интересные такие решения, это столбики, которые программируются для различных игр, будь то теннис, это имитация тенниса, теннис, сквош, игры на запоминание цветов, и в зависимости от того, кто пользуется, допустим, если это ребенок на инвалидном пресле, то скорость смены игр, она будет несколько медленнее происходить, и поэтому дети смогут ими пользоваться в том числе и даже находясь в коляске. Ну, собственно говоря, это все, что я хотел вам рассказать, если какие-то вопросы у вас возникли, пишите, я сейчас готов на них ответить. Спасибо. И презентацию все получат, все получат каталог в электронном виде, если кому-то понадобится каталог в бумажном виде, мы тоже с удовольствием всем разошлем необходимое количество этих каталогов, чтобы вы могли полистать, кому-то продемонстрировать при необходимости. полистаем презентацию, если какие-то слайды вызовут вопросы, пишите, я готов буду на этом слайде сконцентрироваться и на ваш вопрос ответить. Может быть, просто что-то пробежал слишком быстро, а у вас был интерес к данному конкретному слайду. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Думаю, всю презентацию мы врату в сторону прокрутили. Я думаю, что все было достаточно понятно, тем более будет возможность ознакомиться. Я оставлю коллегам свои контакты, там также в презентации есть контакты компании, и в любой момент вы можете написать нам письмо, прислать интересующие вас вопросы мы всегда стараюсь на них ответ спасибо за внимание спасибо мы тогда завершаем вебинар а вот пишите